Книга открытым оком. Тема ереси, секты. Вопрос 449. Хиромантия. Предсказание будущего по руке. Это антихристианское? Тогда зачем же Господь дал линии на руке? Может быть, для того, чтобы своей волей человек изменил свою судьбу? Ведь Пушкину и другим хироманты предсказали смерть. Отвечает Игнат Тихонович Латкин. Говорить о линиях руки – это все равно, что обвинять одежду за ее складки. Что портной неправильно сшил ее. Иоанн Златоуст называет все это изобретением дьявола, как и слово «судьба». Если человек своей волей может что-то изменить, то при чем тут линии на руке? Пусть изменяют сначала линии, а потом свое будущее. Цыганка предсказала о смерти. И что же? Это избавило его от смерти? Дьявол есть человека-убийца. Почему же ему было не убить мстительного человека? Сегодня Пушкиноведы утверждают, что Саша вызывал на дуэль не угодивших ему несколько десятков раз. Когда-то же это должно было кончиться. Почему же ему по руке не предсказали, что надо ходить не на балы, а в церковь и воспевать не шорохи женского платья? Холмы и впадины молодых девушек спереди и сзади. А нести людям чистое евангельское учение. А из того, что написал Александр Сергеевич Едвали, 0,01% написано по Библии и прославляет Бога. Может быть, третье-четвертое стихотворение у него написано на духовную тему, и это все. За то, что он ходил к цыганке, это нужно было отлучить на пять-шесть лет от церкви. Хироманты – это колдуны, и они прокляты у Бога. Иеремия, 29 глава, 8 стих. Ибо так говорит Господь Савалов, Бог Израилев, да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Михея, 3 глава, 7 стих. И устудятся, прозоржливцы и просрамлены будут гадатели, и закроют уста свои все они, потому что не будет ответа от Бога. Василий Великий, 65 правило, покаявшийся в волшебстве или в отравлении, да проведет в покаянии время, положенное для убийцы, с распределением сообразных тому, как сам себя влечил в каждом грехе. 72 правило – предавший себя волхвателем или неким подобным, да будет под епитемией столько же времени, сколько и убийца. 83 правило – волхвующие и последующие обычаям языческим или вводящие некие в дом свои. 83 ради изыскания чародейств и ради очищения, да подлежит правилу шестилетия. 84 лето – да будут плачущими, лето – слушающими, три лето – преподающими, и едино достоят с верными, и так да примутся. Исход, 22 глава, 18 стих. Ворожея не оставляй в живых. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов. От Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире?» Духа Божия и духа заблуждения, узнавайте так. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Возьмите. Продолжение следует...